Здравствуйте, Александр Богданович! Вы участвовали в Москве в заседании Госсовета по поддержке малого и среднего бизнеса. Что ждать нашим предпринимателям в этом году? Они всегда жалуются и на количество проверок, надзорных ведомств, и на высокие налоги, и о том, что кредиты сложно получить. Государственный совет очень обстоятельно эту проблему рассмотрел. Я должен сказать, что работа по подготовке к рассмотрению велась достаточное количество времени, несколько месяцев она с конца прошлого года велась. И мы в том числе давали предложения, и часть из них прозвучали в докладе рабочей группы. И я не буду повторять все, о чем говорилось. Владимир Владимирович с очень конкретным вступительным словом обратился к участникам заседания. И заключение его тоже звучало очень конкретно. В ближайшее время на федеральном уровне будет принят ряд законодательных решений, которые позволят малому и среднему бизнесу полеактивно развиваться в текущих экономических условиях. Для страны именно сегодня важно, чтобы малый и средний бизнес достойное место занимал. Эти изменения будут, и дополнения законодательства будут касаться и налоговой тематики. И Владимир Владимирович дал дополнительное поручение. Возможно, что будут скорректированы критерии отнесения бизнеса к малому и среднему. И, соответственно, возможность доступа к преференциям, которые представляются и на федеральном, и на региональном уровне. Особая тема – это доступ малого и среднего бизнеса к ресурсам государственным. Это взаимоотношения малого и среднего бизнеса с естественными монополиями, которые обеспечивают условия для функционирования бизнеса. И я особо для себя выделил мысль Владимира Владимировича, и она мне представляется определяющей в контексте всего рассмотрения вопроса на Государственном Совете. Это то, что самочувствие малого и среднего бизнеса зависит от предпринимательского климата, который сложился в стране в целом, или должен сложиться, и в регионе в частности. Вот эта совокупность действий государства, самого бизнеса, мы от него хотели бы видеть не просто получателя каких-то льгот, преимуществ, преференций, но и такого активного партнера, в том числе и в решении социальных вопросов, и общества в целом, потому что нам нужно, кроме всего прочего, и общественное мнение менять в сторону более доброжелательного такого отношения к тем, кто занимается предпринимательством. У нас здесь очень много еще стереотипов, которые мешают создать вокруг нашего предпринимательства атмосферу такую правильную, доброжелательную. Для Алтайского края малый и средний бизнес имеет особое значение, учитывая нашу специфику и наш расклад отраслевой, и то, что половина населения у нас живет в сельской местности, и значительная часть живет в малых городах. Мы по целому ряду показателей занимаем достойные позиции в розданных материалах, но я об этом узнал до этого, еще раз убедился, что по ряду позиций мы развитие малого и среднего бизнеса в Алтайском крае увидели в топе 10 лучших регионов России. Но это не означает, что мы сделали все и можем сегодня говорить, что мы уже достаточно хорошо работаем. Ничего подобного. Резервы у нас еще очень серьезные есть. Резервы заключаются в том, что мы должны большее количество ниш занимать малым и средним бизнесом. Я даже, может быть, назвал, если речь вести о микробизнесе, то даже не о нишах, может быть, а даже о порах. Потому что вот эту живую ткань экономическую малый и средний бизнес должен формировать так же. Если скелет, основу формируют серьезные предприятия и фирмы, то вот все остальное, эту экономическую среду создает малый и средний бизнес. Мы имеем наши региональные очень серьезные программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы уже в этом году, вы знаете, заключили соглашение с Агентством кредитных гарантий федеральным в числе первых в стране и обеспечили доступ малого и среднего бизнеса к этому федеральному ресурсу. Но я считаю, что мы должны еще более серьезно поработать с нашим предпринимательским сообществом. В ближайшее время мы получим перечень поручений президентских к результатам рассмотрения вопроса на Государственном совете. И после того, как мы пока видели его в проекте, этот перечень. Как только мы получим, я спланирую и, по всей видимости, мы пообщаемся вот примерно в таком формате, как мы недавно поработали с аграриями и переработчиками. Разговор у нас, я считаю, состоялся. Он такой серьезный, заинтересованный, профессиональный. Мы прошлись по проблематике еще, обсудили нерешенные вопросы. Я думаю, примерно в таком же ключе мы еще раз пообщаемся с нашим предпринимательским сообществом. Без заготовленных речей, без пафосных таких текстов. Это все мы умеем делать. На самом деле нам нужно больше сосредоточиться на практических вопросах. У нас еще есть над чем поработать малому и среднему бизнесу. Мы поддерживаем всячески. Вот буквально я сегодня в почте подписал обращение к премьеру правительства о поддержке одного нашего относительно небольшого предприятия. Но в рамках антикризисных мер по поддержке инновационных разработок, которые ведутся на этом промышленном небольшом предприятии города Бийска. Предприятие небольшое, формат малого и среднего бизнеса. Наработки очень интересные, имеющие значение для отраслей экономики, не только Алтайского края. Я считаю, пищевая и перерабатывающая промышленность, бизнес в сельской местности. И особая тема – это предпринимательство в социальной сфере. Вот сориентированность бизнеса на оказание социальных услуг. Это очень актуально сегодня. Мы готовы перенаправить определенное количество бюджетных ресурсов, транслировать услуги не через государственные учреждения, муниципальные, а по прозрачным открытым схемам заказывать эти услуги малому и среднему бизнесу и оплачивать из бюджета работу малого и среднего бизнеса. Практика показывает, что это очень эффективно. Александр Богданович, смотрите, сейчас традиционно такая вещь, наши веселые дороги, которые у нас все поплыли. Наши читатели пишут нам не только из Барнолла, жалуются по этому поводу, но из Бийска идут жалобы, из Рубцовска, вот недавно написали из Новоалтайска, что разрушены дороги, ездить невозможно, кое-где тротуары. Но при всем при этом есть еще, это городские дороги, есть еще краевые дороги, которые строятся и строятся хорошо. Они строятся как инфраструктурные такие тоже, своего рода объекты, которые ведут к нашим туристическим местам. Но вот все равно люди, которые едут к этим туристическим местам, они вынуждены проезжать и по Барнаулу, и по Бийску, и видеть вот это вот все разбитое. Можно как-то научить городских дорожников тому, что умеют делать краевые? Потому что вопросов очень много у людей, у читателей возникает после каждой весны. Вот в этом году очень много было, и вдруг стали возникать вопросы, ведь часть этих дорог были отремонтированы по государственной программе, которую поддерживала «Единая Россия». И спрашивают, почему они проводят экспертизу того, как это было сделано, давали гарантию три года. Эти три года еще на некоторых дорогах не истекли. Почему люди, которые это чинили, не чинят это все за свой счет обратно? У нас такой мультивопрос. Ну, все равно. Я уже достаточно обстоятельно по дорожной тематике отвечал, буквально, наверное, на предпоследнем или последнем медиалоге, но повторять не будем. Но вы человек, я смотрю ваши материалы, и знаю вас уже, вы человек обстоятельный, глубокий, прекрасно знаете все наши условия, и, как раньше говорили, оценку текущего момента делаете в целом правильно, но здесь нужно иметь одно обстоятельство. Вот, к сожалению, есть такой период у нас, конец зимы, и вот ранняя весна, когда все издержки слабого состояния дорог, улиц, они как бы обнажаются, но еще проводить ремонты, даже выборочные, ямочные, как мы их называем, еще нельзя. По известным технологическим ограничениям. Хотя я сегодня, вот утром рано, было хорошо видно транспорта еще немного, я в 6 часов ехал, и видел, что на ряде городских магистралей уже верхний слой удаляется, покрытие, и готовится проезжая часть к серьезным ремонтам. И поэтому я думаю, что в ближайшее время, как только городские магистрали подсохнут, и можно будет начинать работу, работы будут начаты. Вы знаете, что в городском бюджете средства на эти работы определенные предусмотрены. Я вам уже говорил, и вы знаете, что разведена ответственность муниципалитетов, региональных и федеральных властей. Как мы их учим? Вот вы вопрос задали. Вот как их учить? Мы учили и учим. На Барнаульской площадке есть известный принцип, говорят, он один из самых эффективных. «Делай, как я». Вот вы же согласитесь, что Павловский тракт, который был реконструирован в 2007 году, вот в этом году летом будет 8 лет. Там уже начали появляться участки, которые требуют приведения их в порядок. Но в целом тракт стоит. Мы это же делали по Змейногорскому тракту, мы это же делали по улице Власихинской, и еще ряд сюжетов по Барнаулу могу назвать. И мы это показывали не только в Барнауле, но и в других местах. Будем заниматься впредь такими же мастер-классами, если хотите. В начале следующей недели я не хочу забегать вперед, я намерен провести рабочее совещание, и я думаю, что у нас уже появилась возможность, мы ее реально обсудим, она будет сформулирована, это возможность в виде конкретных цифр, которые мы направим на поддержку уличной дорожной сети нашим муниципалитетам из регионального бюджета. Вот в частности, такую возможность провести такое совещание и сделать дополнительные финансовые выделения появилась по результатам моей работы трехдневной на московской площадке участие в коллегии Министерства транспорта Российской Федерации. Она стоялась вчера утром в здании правительства Российской Федерации «Белый дом», как он называется еще. Скажите, пожалуйста, вот уже остается меньше двух с половиной месяцев до того момента, как выпускники школы этого года будут подавать документы в ВУЗы, будут выбирать профессию, по сути, свое будущее. Вот в связи с тем, что в экономике произошли некоторые изменения, может быть, вы посоветуете им на какие-то конкретные специальности, направления обратить внимание именно в этом году? Мы с ребятами достаточно откровенно общаемся, и я всегда эту возможность использую. Для меня старшеклассники это аудитория особая. Вот на прошлой неделе в пятницу я был, вы знаете, в Новичихинском районе, очень интересное, очень правильное рабочее село Солоновка, очень хороший школьный коллектив, школа замечательная, достраивается 1 сентября в эту супер современную школу, ребята перейдут учиться, я пообщался с учителями, с выпускниками, выпускников немного, но что хорошо, выпускается в этом году пять, ребят из выпускного класса, а в первом классе обучается 16, и примерно столько же придет первый класс в сентябре, поэтому и школа новая в этом селе построена, потому что демография такая приличная, и я не устаю повторять и советовать выбирать профессии, ну, во-первых, профессии выбираются с учетом какого-то внутреннего ну, так скажем, самооценки, что ли, своих внутренних возможностей, каких-то талантов, умений, каких-то, какой-то склонности, но и ориентируясь на то, насколько реальна эта профессия востребована. И мне кажется, у нас ребята такие толковые, современные, в хорошем смысле продвинутые, они многие вещи очень серьезным образом изучают, отслеживают и понимают. И в последнее время мы с удовлетворением это отмечаем, молодежь выбирает больше специальностей технических, не знаю, вам говорили или нет, вот спецфакультет, который создан в нашем техническом университете, он очень востребован сегодня. И ребята, в основном юноши, с желанием получают, желают получить профессии инженеров, которые заняты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в оборон, в воинских частях и подразделениях. Востребованы строительные специальности. Сейчас стали востребованы специальности аграрные. Мы это отмечаем, и на встрече с руководителями сельхозпредприятий, фермерами, мы как раз об этом говорили, как создать дополнительные стимулы, чтобы будущие работодатели имели возможность поддерживать молодого человека, обучающегося в УЗИ, в колледже, а мы государство такой бизнес стимулировали через субсидии, которые покрывали значительную часть затрат на подготовку специалистов. Традиционно востребованные педагогические специальности. Мы в прошлом году 500 молодых учителей приняли в школу Алтайского края, в этом году по нашим предварительным оценкам в школьные классы придут 700 молодых учителей. Сегодня здравоохранение уже совершенно иные условия для работы молодых специалистов предлагает во всех смыслах и с точки зрения оснащенности врачебной работы и с точки зрения оплаты труда. Изменения, как я их для себя определяю, идут в правильном тренде. Нам бы хотелось, может быть, чтобы это было более интенсивно и более заметно, но все, что можем, мы стараемся в этом смысле делать. Александр Богданович, у меня вопрос на природоохранную тематику. Мы знаем, что в Алтайском крае существуют достаточно масштабные планы по расширению площади особо охраняемых природных территорий. Однако у нас уже сейчас есть проблема с охраной существующих территорий. Насколько меня правильно проинформировали, 75% таких территорий обеспечены охраной. Ну и 28 охотинспекторов, которые тоже не дотягивают до минимальных критериев. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то планы по расширению этой службы? Это достаточно проблематично по финансовым причинам. Но не получится ли у нас в связи с этим такая ситуация, что территории создадим, а охранить их будет некому? Спасибо. В идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы мы сразу и территорию увеличили максимально и оснастили службу и транспортом, и средствами связи и так дальше. И количественно службу это увеличили и зарплату дали достойную. Но жизнь, к сожалению, она немножко по-другому устроена и везде все и сразу так у нас не получается. Поэтому приходится где-то идти на компромиссы. И мы в отдельных случаях распространяем режим особой охраны на новые территории, понимая и отдавая себе отчет, что сразу полноценно эти территории взять под охрану и обеспечить там режим, наверное, будет проблематично. Но мы идем последовательно в этом направлении. При этом исходим из того, что все же значительная часть наших сограждан, жителей Алтайского края, они законопослушные. И мы определенные эффекты получаем от даже самого решения о распространении особой правовой защиты. Это дает возможность подключить общественность к контролю за тем, как на самом деле шляются режимы в этих территориях, но и последовательно подтягивать уже здесь ресурсы. Мы активно работаем и с Министерством природных ресурсов, потому что здесь кое-что зависит от нашего налаженного взаимодействия с федеральными структурами. Кроме количества еще важен профессионализм, что называется качественный состав тех, кто осуществляет контрольные функции на особо охраняемых природных территориях. Александр Магалыч, у нас окна редакции выходят на художественный музей строящийся. Так вот, с конца прошлого года на здании ничего не происходит. С чем это связано при остановке строительных работ и каковы перспективы своевременного выполнения первого этапа строительства? Спасибо. Этот объект сохранен в краевой адресной инвестиционной программе на 2015 год. Причины полностью работы не прекращены, там интенсивность несколько стала другой. Там причины чисто технического порядка, в ближайшее время они будут разрешены. объект этот будем вести упорно, будем обращаться за поддержкой федерального центра. У нас есть союзники на очень высоком уровне в том, чтобы привлечь для завершения реконструкции музея федеральные средства. в этом году ситуация очень сложная, но мы, так скажем, стоим первые в льготной очереди на федеральную поддержку. У нас уже опыт такой был, но мы будем продолжать строить за счет своих средств. Добрый день, у меня вопрос касается алтайского сыра. большое количество которого сейчас мы не можем реализовать. Я думаю, что предысторию рассказывать не надо. Хочется узнать, есть ли подвижки на то, чтобы все менялось в лучшую для нас сторону. И когда она начнется, может быть? Подвижки есть. Так скажем, мои апелляции к премьеру правительства Дмитрия Анатольевича Медведева и мои встречи и общения с министром промышленности и торговли Денисом Валентиновичем Мантуровым и встречи с руководителями ведущих департаментов Министерства промышленности и торговли, они позволили активизировать интерес федеральных сетей к продукции пищевой промышленности Алтайского края, в первую очередь нашей сыродельской промышленности. у нас есть товарные запасы животного масла, сухого молока и сухой сыворотки. мы получили положительные сигналы на наше обращение от правительств ряда регионов Российской Федерации. С частью из них у нас есть соглашение, мы сейчас просто активизируем работу, а с частью территории мы намерены заключить в ближайшее время соглашение о сотрудничестве. Возможно, что это будут соглашения не такие полноформатные, как мы обычно практикуем, а соглашения заточенные именно на продовольственную тематику, что для нас актуально. Я убежден, что эту непростую сложную тему мы решим. Сегодня у нас есть просьбы к Федеральной Антимонопольной Службе с руководителем ФАС. У меня очень приличные личные отношения деловые, мы давно знакомы друг с другом, но есть необходимость здесь поработать еще. Есть вопросы к качеству тех продуктов, товаров, которые называются сыром, но на самом деле сыром в полном смысле этого слова не являются. Я думаю, что мы здесь еще поработаем с Роспотребнадзором и с другими контролирующими инстанциями. На самом деле сегодня сыр лично сам выделил полчаса и в несколько магазинов заглянул московских. Наш сыр присутствует на прилавках. Это уже прорыв. И цена достойная вполне. но еще не факт, что маржинальную прибыль с этой приличной цены получают наши предприятия. Там еще, вы знаете, есть вопросы перекупщиков и так дальше. но сегодня уже не возникает вопроса, когда мы говорим, нам нужно реализовать больше сыра, а какое отношение вы к сыру имеете. Несколько лет назад такие вопросы я слышал. Сегодня все в России знают, что Алтайский край это лидер в производстве сыра. каждая шестая, седьмая головка наша. Поэтому работать нужно будет всегда. Спасибо.